всем доброе утро друзья но вчера помело конкретно это да я кстати еле дверь открыла по той улице слышно дорожная техника видимо разгребает дорогу ну потому что замело это конкретно сейчас я поройду туда вот ой да не знаю смотрите прям проваливаешься вот сапоги у меня полностью скрывает дорога перемело так что говорят да есть к вообще не вчера с полудня с полудня калитку не открыть так не буду стараться вот тут кто-то пробрался отчаянный но кому-то видимо надо очень скорее всего тоже ведь люди сегодня и на работу нужно сегодня понедельник вот всю площадку меня будет андрей разгребать убирать тут снег бассейненько мне сбегала пописала и все или отпустите меня домой не хочу больше гулять вот такая у нас погодка но сегодня видите как хорошо не метят перестала но сегодня должно быть очень сильное похолодание прям до минус 15 сегодня завтра сейчас посмотрела на градусики минус 7 и то что без ветра вполне нормально погода для меня вот ну курочек я уже сбегала накормила тоже калитку не еле открыла да конечно мило сугробов это видите за лопатой бегала нет бы мне ее ставить вот там так вот я ходила сначала искала тут забыла куда поставила потом вот здесь и оказывается ее поставила вот хорошо ракушка снизу под замерзла можно было немного так поднажать на плоскость чтобы на землю чтобы снег убирать потому что в трасс ракушка снизу не замерзла и она подцеплялась нужно было аккуратненько но тут еще есть что убирать снег поразгребать сейчас меня будут оговаривать насчет слов разгребать у нас в деревне говорят это разгребать не знаю как у кого как потому что я вообще некоторые слова вот которые я привычна я знаю что некоторые неправильно но я их буду произносить поэтому воспринимайте мой разговор так как есть потому что я с этим воспитанная с этим выросла я из деревни как привычный разговор между людьми там был я так и разговариваю здесь извините мне после 40 лет переучиваться говорить слова да мне не нравится мне нравится слово вот это раньше никогда так не говорили особенно с деревни над словом снегу со слова кладу я знаю что правильно проносить слова кладу не так как мне не нравится и это слово не нравится также и вот до сельчанам где я жила вообще никто не произносит я ни разу не слышала в нашей местности вот это слово только когда приезжаешь город ну вот так вот произносит это просто у меня уже накипело поэтому и высказывать чтобы на будущее вы меня конечно вам это ухо режет возможно мои какие-то словечки ну я говорю разговаривать так как я привыкла всю жизнь пусть даже и не правильно каких-то словах так по поводу снега какой-то ролик эмоциональный выходит по поводу снега писали что снег должен разгребать это мужская работа вот сейчас тоже выскажусь по этому поводу я не считаю это мужской работой кто живет в деревнях понимает что разгребает снег тот у кого есть времени допустим где все время мы жили муж у меня работал дорожной службе у его бывало и ночью вызывали и вторую и третью и четвертую и сутками работа поэтому и дома практически не было а снег шел и шел и чего мне сидеть в этих сугробах не выходить что ли и таких случаев много когда допустим муж работа для жена работает он когда приходил с работы когда снег у нас вот сутками прямо шел 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 он тоже разгребал его поэтому я не считаю это разделение работы если это разделение будет работать то если супруг допустим на работе я завалюсь этим снегом у нас есть такие женщины в селе были я видел что у них такая как мы зовем собачья тропка знаете они хрен разгребут потому что вот муж должен и по этой собачьей тропке ходят я так не считаю делать нужно все совместно помогать друг другу у кого есть время тот и делает эти дела это не так уж и сложно снег разгребать это извините не знаю тогда если так опять же говорит мужчина который готовит это же женская работа зачем вы готовите пусть готовят женщины ну скажу так что кто живет деревне большинство большинства большинства случаи это разделенный труд что снег расчищать что дрова убирать хорошо у нас здесь нет дров и я прям не нарадуюсь может сказать этому случаю потому что вчера вот ветер был очень сильный по прогнозу до минус до прогнозу до 20 метров в секунду вот с этой снежной бурей и какое-то явление я такой ни разу не увидела написано ледяной снег не дождь и ледяной снег шоу и были у нас в группе такие сообщения что будьте осторожны сами водители говорят что сплошные аварии особенно до ельском и в ельске там сплошные аварии поэтому нужно быть аккуратным кидела калитку курочек тоже еле открыла они смотрите покушали все и в домике сидят и я их сейчас я еще закрою и не буду пускать пусть не там сидят никто не водичка и все вот так вот этот накрыть сидят кто работает кто чем занят но у них тут тепло кстати и при таком минусе не замерзла вода так что все хорошо не знаю у нас есть лампа вот эта обогревающая которая знаете красная лампа для там у нас были опять ворон налетела у нас когда в том году мы брали цыплят доминанки которые уже корочки большие мы когда их выращивали цыплят мы покупали эту лампу красную согревающую сегодня так как завтра вообще будет до минус 15 я думаю здесь это будет ощущаться как до минус 30 в общем на пару дней повесим эту красную лампу красную чтобы немножко было хоть потеплее в принципе у них там тепло вода не так что пошла я там завтра готовлю хочу приготовить блинчиков на печь что еще делать в холод или пироги на печь или блинчиков сейчас посмотрю может пироги все-таки заведу как будет настроение решила я все-таки приготовить блинчики пироги подольше поэтому следующий раз уж на на скорее всего завтра или потезавтра не завтра нам некогда потезавтра ну все блины готовы эти с творогом эти простые улицу конечно вот эти как переулки в общем чистят только центрально вот эти не чистят кто как может пробирается нам надо расчистить завтра нам нужно есть поэтому надо мы-то выберемся у нас большая машина там почистили нет я слышала там ходил трактор по той улице утром но если бы такая зима была бы солнце без ветра то класс но вчера-вчера ладно мастер чё там скульдишь допустим да она сейчас у вас вещь и идите смотри 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 и сугробы и нипочем все она нас не знает смотрит идем мы за ней или нет сейчас без нас она быстро нагуляться но орехи еще не все с деревьев скинула несмотря на то что вчера такой ветер сильный был орехи еще висят и кстати ворон таскает целый стаи тут питает ворон так что у меня курочки я кстати выпустила пусть погуляет час солнышко тепло сейчас посмотрю сколько градусов снег хрустит в общем показывает минус 5 как-то даже не верится что ночь сегодня завтра обещают минус 10 минус 15 кто знает ну чё пара дней морозов то единственное что завтра нам есть нужно внутри отмечаться занятости поэтому такие морозы не знаю посмотрим так ну чё девочки ой чё там гребутся деловые эти то ну курица она есть курица если она не погребется день зря пришел так и чё у меня вот это ты чё тут сидишь на солнышке что ли греешься не поняла они даже сугробы что ли ходили вот отчаянные ну да кто тут пытался кто-то пытался побегать лапки мерзнут у девочек вы бы видели когда выпустил ну петя когда их открыла дверь маленькую как они оттуда выпрыгивали они петь они просто выходили пешком у него так прыг через снег но но петя сегодня в ударе насколько река так гуляйте завтра скорее всего потому что завтра скорее всего их выпускать не буду если будет морозить больше десяти то они у меня будут сидеть дома в принципе ничего страшного но кто знает все таки они тут южные к холодам не привычные поэтому могут может быть лапки отморозить да ладно день пересидят два что там мосек то надо опустить смотри тут снег убирает так оно может прибежит а я кстати вот тут у меня хризантемы же были посажены я их тут обкидала снегом они кстати вот так вот зашли там молоденькие росточки поэтому я их закидала горку немного подзакидала так потому что морозы будут вот надо наверно мне там еще сейчас Андрей лопата освободится у нас хорошая лопата мы у родителей оставили свою у нас та неважно в общем надо мне покидать тут еще кустики вот эти надеюсь ничего не померзнет она все ждет что мы тоже пойдем гулять Масяничка ой ой самостоятельная да? ты одна ходила гулять? Марселла одна ходила гулять? а че нос в снегу? ты снег ела? нет скажи зверя не стала чудо вперед я же скажи крови-то охотничьи а ты откуда знаешь что охотничьи такса в ней может такса это не знаю так у нас погода видите солнышко уходит все опять тучами затянуло ну потому что холодать должно быть к вечеру так и что я обкидала там у меня полоска клематисы гортензия и это инжир вот надеюсь морозы переживут нормально так что все пойдем мы домой поразмялись как говорится вспомнили вспомнили север ну ладно говорят это не часто последний раз было это где-то около 5 лет назад кто говорит 10 лет назад кто говорит 5 лет назад не знаю непонятно кто как говорит так что завтра мы поедем в Ейск Андрей нужно ну я уже говорила повторяюсь опять отметиться в занятости потом мы ну и там по делам я тоже поеду кое-что прикупить правда завтра прогноз стоит уже похолодание до минут 10 но нам не страшно в принципе главное чтобы дорога была расчищена но вроде сегодня там трактор проехал я сегодня правда в центр вообще не ходила не знаю пойду или не пойду в принципе у нас покушать все есть нет не пойду не хочу как-то даже сбывается прогноз что на крещенские крещенские дни будут морозы завтра крещение вот как-то меня спрашивали купается здесь не купается если нет проруби купается у нас на море есть такие места отведенные там писали какие даже на каком месте будут объявление у нас было что можно покупаться то есть есть такие то есть в крещении купаются именно вот в море вот пойдем отдыхать а я сейчас еще хочу заняться рассадой мне там кое-что нужно распакировать уже мне подросло потом нужно посидеть перец ну и так посмотрю еще опять огородные дела но это я показывать уже не буду потом как-нибудь попозже так что на этом все ничего интересного и продуктивного вчера была метель сильная сегодня разгребали снег завтра холода наступает так что вот такие дела на сегодня ну ладно друзья с вами со всеми буду прощаться всем удачи всем пока а Продолжение следует...